9 часов 34 минуты в Москве, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю о нас в гостях Вениамин Попов, директор Центра партнёрства цивилизаций МГИМО. И 5533-800-9003-170-63-63 для ваших вопросов. Вениамин Викторович, пожалуйста, закончите предыдущий тезис, да, потом я задам следующие вопросы. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Я, знаете, хочу сказать, что два слова буквально об исламе. Это вот президент недавно на открытии МГИМО сказал, что это великая мировая религия. А выступая 28 сентября на Генеральной Ассамблее ООН на сессии, он сказал, что величайшая мировая религия. Это не случайно. Действительно, сейчас число мусульман на земном шаре 1,6 миллиарда человек. И поскольку рождаемость там выше, чем в других районах мира, многих, ну, может быть, сейчас в Китае, так сказать, изменится ситуация, когда два ребенка разрешили. Но через 7-8 лет, по данным тех же американцев, фонда Корнеги, кстати, число мусульман через 7-8 лет на земном шаре превысит число христиан всех динаминаций. Это имеется в виду католики, протестанты, православные и так далее. И такой же процесс идет и в нашей стране. Вы имеете в виду, что у нас 20 миллионов мусульман, то есть около 15 миллионов это тех, которые, народов здесь, которые живут, и 5 миллионов примерно приезжих. Мигрантов. Мигрантов, да. Вы понимаете, поэтому это очень серьезная вещь. Это религия, с которой надо разговаривать на вы. И мы должны понимать, что абсолютное большинство мусульман это хорошие, честные люди. Потому что сама религия направлена на самосовершенствование человека, на солидарность и так далее. Там много хороших положений. Но это, так сказать, всеобъемлющая религия, практически это правило, образ жизни. Потому что все регламентировано. Вот так пророк распорядился. Но, к сожалению, вот случилось так, что в 21 веке ее хотят похитить и присвоить себе право говорить от ее имени. Вот это группа страшных этих радикалов, страшных головорезов, которые только и делают, что режут головы и так далее. И занимаются грабежом страшной жестокости. Почему это происходит? Знаете, вот им удалось из-за того, что Запад вторгся. Это 2003 год. Прежде всего, иракское вторжение. Тогда, кстати, и Германия, и Франция, как и мы, выступили против этого. Потому что это был обход Совета Безопасности. Но американцы все перевернули в этом регионе. Потому что раньше Ираком руководили сунниты. Они были меньшинство. А потом они отдали власть, вроде логично, шиитам. Но это все перевернуло баланс сил. И вот теперь выяснилось, что теперь шииты и сунниты не могут жить вместе и так далее. Там страшное разногласие потому и потому. На самом деле, всегда они жили спокойно. Я один пример всегда привожу. Когда произошла эта революция исламская в Иране в 79-м году, то шах Ирана, он шиит. Его никто не брал. И приютил его суннитский Египет. Это просто к слову сказать. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что они хотят действительно говорить от имени религии. И в какой-то степени это получается. Ведь у них сейчас 24 вилоэта, то есть провинции уже присягнули. И они дальше будут расширяться. А если сейчас будет сужаться их пространство в Сирии и Ираке, это неминуемо. То они думают уже о том, чтобы перевести штаб-квартиру в Ливию или в Аганистан. А другие районы опять присягают. И причем огромное количество жертв. Это ведь и число жертв среди, прежде всего, мусульман. Это ужасная просто вещь. Вот смотрите, Сирии. Сирии говорят, 250 тысяч убито. А что, что они в Ираке убили миллион, это они не говорят. Вообще пропускают. А потом мы уже как-то привыкли к этим цифрам. Смотрите, 80 миллионов убито, бога Харам в Нигерии. Мы считаем, что это уже... К западной цивилизации никто не рисует. Я Шарли, да? Да, конечно. И манифестации мы не проводим. Совершенно верно. Потому что это что? Это же варвары, их не жалко. Конечно. А высшая цивилизация по варварам не плачет. Вот это лицемерие Запада, понимаете? Но сейчас это все... Но сейчас я постепенно к этому подойду. Но сейчас вот ситуация сложится таким образом, что... Почему это привлекательно, скажу? Потому что, знаете, вот все эти режимы, которые существуют, там в основном были авторитарные, все-таки не могут осуществить справедливости. Самый большой дефицит в мире это справедливости. И вот эта несправедливость, а что это для молодежи означает? Вот я был последний раз послом в Тунисе. Милая, прекрасная, замечательная, тихая страна. 10 миллионов, 7 миллионов туристов. А посмотрите, что получается. Нет уже работы для образованных людей. Для образованных людей. И поэтому они не знают, куда себя деть. Плюс к тому, вы посмотрите, ведь он не может жениться. Для того, чтобы же невесту купить, заплатить, колым этот махр, он должен там копить 10-20 тысяч долларов. К 40 годам он сможет, если у него будет работа. Понимаете? А здесь получается, что сейчас 6 тысяч приятных, милых тунисцев уехало воевать за ИГИЛ. Почему? Вот переписка опубликована между братьями, который приехал один, и который в Тунисе. И он пишет, который приехал в ИГИЛ, он говорит, я приехал туда. А он не мог найти работу 5 лет в университетский выпускник. Мне дали автомат, дом, жену. Я чувствую себя человеком. И у нас здесь какая-то хоть и справедливость есть. Я чувствую, меня уважают. А кроме того, у них вот так, если увидели, курит человек два пальца, сразу отсекают два пальца. И это все видно. Понимаете? И вот они говорят, что это да, жестокая, но справедливость. И других вариантов для молодежи они не видят. Они не видят способ реализации своей жизни, как нормального, достойной жизни, в этих нынешних условиях. Отсюда отчаяние. Они идут, хватают этот автомат и идут на страшные вещи. Вот это надо развенчать. Надо показать, что все то, что говорят эти люди, вот эти, которые стоят во главе этого халифата, это все не соответствует действительности. Ну, нельзя в 21 веке жить по законам 7 века. Это исключено. И это уже все понимают. Но они не могут это, не могут все суннитские страны и шиитские страны объединиться и выработать противоядие против этой страшной, по существу это рак, раковая опухоль, которая расползается. И в этой связи я хочу сказать о нашей позиции. Понимаете, вот когда по инициативе Путина мы вступили в организацию исламского сотрудничества, то тогда мы целый ряд приняли мер таких. В частности, было открыто вот радио на арабском языке. Это Россия, РТ, как они сейчас говорят. Россия сегодня, Рашплей. Россия сегодня, Рашплей, да. Но на арабском языке это очень важно. И мы создали такую группу стратегического видения «Россия и исламский мир». Там примерно 30 руководителей бывших или нынешних из исламского мира из 30 стран возглавлял Евгений Максимович Примаков. Сейчас вот президент поручил президенту Татарстана Мениханову это возглавить. И вот мы сейчас, я тоже координатором этой группы являюсь, и мы разворачиваем очень большую работу. Мы провели здесь такую конференцию мусульманских деятелей. Приняли у нас шесть главных наших исламоведов, месяц писали документ, и мы приняли этот документ на арабском языке, распространили его. Это уже важный шаг. Мы проводим конференции 20 апреля. Мы приглашаем вас на конференцию вторую у журналистов из исламских стран против экстремизма. Спасибо большое. Но это не все еще. Знаете, вот проводим очень большую работу, чтобы помочь исламскому миру консолидироваться. Мы за единство исламского мира. Мы не так, как Запад, который пытается их всех разделить. И вот сейчас, благодаря, в частности, усилиям, очень большим усилиям нашего председателя, я тут должен воздать должное Рустаму Мениханову, мы, знаете, выпустили книгу. Сейчас она опубликована на арабском языке. «Евразийская Россия. Время президента Путина». Написал ее известный общественный ливанский деятель Васим Каладжи. Он друг нашей страны. Она сейчас 5000 напечатана, уже вся разошлась. Сейчас, я думаю, другой будет тираж. Мы, когда была Валдайская конференция ближневосточная, провели здесь презентацию ее. Но этого мало. Там предисловие написал Сергей Викторович Лавров. Это тоже придает популярность. За 15 лет про Россию на арабском языке было выпущено 120 книг. В основном переводы. Практически все переводы. В том числе даже с венгерского. И только про Россию говорится с позицией Запада. Понятно. Такой Путин нехороший. Это первая книга объективно. Там не все, и Лавров написал в предисловии, не совсем мы можем согласиться. Но это объективный рассказ о сегодняшней России. И мы проведем еще несколько презентаций. Я просто хочу сказать, что мы делаем. Это очень много. Очень важно, чтобы мы выступаем за единство исламского мира. Мы говорим все время, что нужно этих разбойников изолировать и сплотиться. И как-то дать им соответствующий отпор. Мусульмане-то, в общем, хорошие все люди. И надо исходить из этого. И вот мы стараемся, как бы сказать это проще, развернуть такую большую кампанию, чтобы дружить домами. Вот мы сейчас поедем снимать фильм про Эмира Кувейта. Потом еще про нескольких руководителей исламских стран. И так далее. Это чтобы показать, что это хорошие люди есть. Образ. Американцы всегда рисуют образ. И вообще Западе. Это страшного террориста, бородатого и так далее, который всех хочет взорвать. А мы говорим, что это маленькое меньшинство. Очень маленькое. А вот большинство, они хорошие, порядочные, приличные люди. Вот это одна из главных задач этой группы. И вот тогда мы хотим объединить наши усилия и вместе бороться с этим страшным злом, которое сейчас вырисовывается. И тогда у нас будут реальные шансы на успех. Без мусульманского мира, без усилий самих мусульман мы справиться с этой раковой опухолью не сможем. Вот почему сейчас значение этой группы сейчас резко возрастает. И мы надеемся, что у нас будет еще в мае в Казани будет большое заседание группы всей и так далее. Мы надеемся, что там тоже соответствующие обсудить меры, которые дальнейше будем принимать. Но мы очень много книг сейчас переводим, пытаемся создать новых, чтобы рассказать. Но книг недостаточно. Нужно, конечно, нужно работать прежде всего с интернетом. С молодежь интернетом. Поэтому вот у нас была журналистская первая конференция. Сейчас мы собираем вторую. Обязательно приходите. Там, значит, главная задача этой конференции, чтобы обратиться к ООН с требованием закрыть эти экстремистские сайты. Это их пять тысяч. Пять тысяч, которые ловят вот эти души, невинные этих молодежи. И главное, не давать этим террористам слово на телеканалах различных, как Джазира дала возможность выступить час руководителю Джабхата Носра. Это же безобразие. Ну что ж быть террористов, таким образом поощряем. Новости у нас сразу после короткого перерыва. Продолжим, да. Редактор субтитров А.Семкин